Сегодня мы с вами разберем один такой хитрый удушающий под названием бани-челк. Выполняется у нас положение сайд-контроля, да, когда соперник нам плотно прижимается, и у нас нету возможности не вставить локоть, не сделать креветку, да, я не могу отсюда никуда выйти. Тогда в этом варианте ваша первая задача обратить внимание на то, насколько плотно прилегает его вот эта рука. Можно вот с этой стороны? Вы должны вот чувствовать вот эту руку. Очень часто бывает, когда соперник прям очень плотно берет захват, и рука находится прям в том положении, в котором нам нужно. Для того, чтобы выполнить прием, мне необходимо мою руку убрать вот сюда, вот на эту сторону, да, и поставить своим, своим трицепсом ему на шею, да, максимально, вот, плотно. Далее мы делаем следующее. Мы поднимаем свою ногу и цепляем ее изнутри, вот сюда. Да, это можно сделать, подняв ноги наверх и зацепить. Моя задача постараться взять прям под коленкой, вот сюда, и максимально уплотнить. Чем плотнее и крепче соперник нас контролирует, тем больше будет эффект от удушающего, да, потому что он сам себе, с одной стороны, перекрывает Соник, с другой стороны, перекрывает Соник ему я, закидываю, закрываю, все, я отсюда начинаю душить. Прием достаточно неожиданный, потому что никто сверху его не ждет, да, потому что я думаю, что он в хорошей позиции, да, у него выгодная позиция, в принципе. Я как бы нахожусь в защите, мне надо защищаться, а тут получается, я еще атаку провожу. Поэтому соперник немножко не ждет вообще этот прием, и это вот хорошая возможность для его использования. Вы просто должны почувствовать, когда соперник прижался к вам плотно, вы можете подвигаться, да, постараться сделать что-то, соперник будет еще больше уплотняться. И когда вы чувствуете, что он достаточно плотно к вам прижался, вы отсюда перекидываете руку, руку можно вот так перекинуть, руку можно отсюда протащить, да, вот сюда поднять. Ну и чаще всего бывает это вот, отсюда вот так, закидывают руку, закинули, подняли ноги и сразу под ногу зашли. Отсюда забрали, забрали, ноги в треугольник закрыли и отсюда задушили, провели удушающий прием. Еще раз. Значит, вот, если у соперника вот эта рука находится, например, вот он прижался, но он локоть где-то вот здесь держит, или вот тут, ну что Нина держит, тогда уже смысла делать этот прием нету, потому что у него соник раскрыт, и эффект от удушающего приема никакого нету эффекта, удушки не будет. Вам необходимо, чтобы рука была максимально вот здесь. А так делают обычно по классике, да, классический сайт-контроль берется именно таким вот замком. И как раз у него рука находится максимально глубоко, тем самым он плотно прилегает к его шее. Поэтому мне достаточно всего лишь отсюда перекинуть мою трубу, поднять свои ноги и начать душить. Даже если в этом положении он уберет свою руку, отодвинет назад, все, удушка уже так не будет идти, как мне не нужно. И тогда я считаю, что, ну, нету силы. Вы уже убираете и пытаетесь, например, сделать креветку и выйти, восстановить гард. Но если вы чувствуете, что набрасывая удушающий, вы чувствуете, что у него рука сидит плотно, да, то тогда вы его доделаете. Закинули. Тут главное понимать, что в этом приеме эффект удушения будет не моментальный. Надо подождать, надо поддержать. Это, ну, соперник по-любому в первую, в первые несколько секунд будет стараться перетерпеть, да, стараться как-то выйти. Но если вы все сделали правильно, вы забрали отсюда, вы закрыли, и все, вы ждете. Соперник сначала подвигается, но потом либо он уснет, либо он сдаст. Там два варианта. Еще раз. Единственное... Давай. Единственное, обратите внимание. Соперник при выполнении своего захвата руку должен убрать вот сюда, вот. Вот он классический сайт-контроль. Когда мы руки держим в замке, мы прижимаем сюда максимально. Мы стараемся его удержать. И в этот момент вы начинаете работать. Вы отключаете, вы видите, с одной стороны, и у меня рука отключена с другой стороны. И потом вы работаете с ногой. Если бы я держал бы руку, например, чуть подальше, в локоть, видите, я увел его в сторону. Я бы держал его здесь, например, а этой рукой контролировал бы вот здесь. То смысла уже делать прием не было, потому что у меня соник раскрыт. Он бы мне никак его не закрыл. Видите, он, когда рука находится здесь, он с одной стороны зажимает мне своей рукой, с другой стороны своим бедром. И я получаюсь в такой ловушке, откуда уже выйти будет очень тяжко. Давайте еще раз. Значит, обошел позицию соперник, забрал боковое удержание. Мы понимаем, что для нас это сложно, мы не можем выйти. Или наоборот, мы не хотим выйти, мы хотим его финишировать, да, вот именно этим приемом. Тогда вы перекидываете руку, зажимаете его обязательно, да, вот вы прижимаете, поднимаете свои ноги, цепляетесь под ногу и делаете удержающий прием. Все, спасибо, пробуйте.